Я тренируюсь с рождения, у меня детский церебральный паралич, и я вынужден тренироваться пожизненно. Роман Чернов, первый участник секции бодибилдинга людей с поражением опорно-двигательного аппарата, рассказывает, что замотивирован на спорт, ведь тренировки могут подарить шанс, чтобы начать ходить. Спорт юношу привела мама. В свое время она познакомилась с тренером Александром Барбашиным, который и предложил Роме заниматься. Для своего подопечного наставник разработал программу тренировок и рацион питания. Основные тренеры у них – это их родители. Кто-то из них тренируется только дома, кто-то тренируется и дома, и в зале. В моих залах они не так часто появляются именно с целью тренировок. В залах мы делаем что? Мы ставим позирование, мы делаем произвольные программы, мы делаем смотр формы. Постепенно число желающих стать бодибилдерами росло. Решили организовать секцию. С показательными номерами спортсмены начали выступать в разных соревнованиях. Зрители всегда встречали алтайских культуристов на колясках с громкими овациями. Первый раз мне страшно было выходить, потому что не то чтобы страшно даже, а волновался очень сильно, присутствовало волнение. Но, конечно, поддержка колоссальная, то есть мне очень сильно понравилось. Немножко страшно, больно, но ничего, все хорошо, выступил, даже второе место взял. Сейчас ребята продолжают тренировки и готовятся к новым стартам. Стоит отметить, что опыт работы с алтайскими спортсменами с поражением опорно-двигательного аппарата отметили Федерации бодибилдинга России. Она в этом году учредила на чемпионате России специальную номинацию для спортсменов-колясочников. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.